здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из иерусалима израильский политолог арик эльман которого мы поймали прямо в машине как вы видите здравствуйте арик добрый день ну что делать в израиле пробки от них никуда не убежать смиримся с этим да давайте попробуем пройтись под последним событием политическим и так бенемин ты ньягу не смог сформировать коалицию вернул мандат на создание правительства президенту и тот в тот же день передал его яиру лапиду лидеру партии еш-атид теперь у него есть 28 дней для того чтобы попробовать собрать коалицию на ваш взгляд это реально или нереально и какие основные проблемы его ждут ну мы говорили об этом с самого начала нынешнего раунда попыток смотреть правительство после окончания подсчета голосов на выборах из 24 созыва да это реально и это был самого начала единственный реальный вариант в тот момент в талибент пришел к выводу что он хочет попытаться стать премьер-министром сам сейчас уже в этом туре так сказать в этот момент было понятно что единственная альтернатива для бенемина ньягу это создание достижение договоренности специальным смотричем о том что будет готов на поддержку исламистов коалиции право религиозных партий тот момент когда стало ясно что у смотрича таких планов нет вопрос в общем-то закрылся можно было не тянуть 28 дней что касается пианта и лапида них есть общий интерес создать такую коалицию им этого очень хочется и вообще большеводовляющую большинству участников будущей коалиции этого не просто очень хочется это для них наиболее предпочтительный вариант они не очень хотят идти на еще одни пятые выборы как с точки зрения своих собственных политических перспектив там много партий находящихся в районе электорального барьера так и с точки зрения идеологической у них в руках опять появилась возможность убрать наконец-то не агус политической арены они знают что их избиратели хотят этого в первую очередь и больше всего и поэтому они будут делать все возможное для того чтобы чтобы эту представить этот шанс использовать поэтому конечно когда там говорится о готовности к компромиссам о возможности сформлять правительство в течение одной недели это не преувеличение действительно теоретически как минимум такая возможность существует практическая реализация зависит от того насколько лево-центристское крыло две трети скажем так этой будущей коалиции будет какого пойти навстречу нафтали беннету и в каком-то смысле гидану сару в том чтобы дать им возможность обратиться к своим избирателям сказать мы не убрали но мы еще и при этом сохранили наши правые принципы и вот тут конечно могут начаться серьезные проблемы потому что легко говорить о создании паритетного правительства и сохранении правых ценностей и принципов гораздо сложнее это гарантировать да и понятно что вы помните сколько времени занимала работа над документами и поправками к законам при создании кальги паритетной коалиции ганса нету не агуда а ведь там надо сказать стороны разделял или его проблемы личного характера в первую очередь с точки зрения идеологической ганса нету ни агу находились да и сейчас находится не очень далеко друг от друга а вот в этой новой коалиции пойдет речь о попытке собрать воедино такую группу единомышленников как на фторе беда с одной стороны и председатель партии мере мерец цоноровит с другой стороны и понятно что чем большим ступок потребуется от лево центристов с точки зрения программы про нового правительства прав так сказать обеих сторон парализовать разного рода законодательные и общеправительственные инициативы друг друга тем больше они будут требовать для себя тех министерств в которых они смогут по крайней мере частично реализовать свою идеологию это случайно те самые министерства на которые претендуют и представители права блока по тем самым причинам так что есть есть с одной стороны основание для того чтобы полагать что править у этого правительства главе спинта было пидо есть неплохие шансы на возникновение с другой стороны это конечно же не прогулка в парке но не может ли быть проблема не только в качестве скажем так этих министерств которых вы упомянули но и в их количестве как известно лапит был самым яростным критиком нэтаньягу и ганса которые создали правительство из 36 министров и кучи замминистров и теперь ему придется каким-то образом удовлетворять аппетиты своих будущих коллег папа по правительству и и каким образом тогда он сможет это сделать сохранив лицо но в том-то и дело что конечно же о планах создания там мы прорислить 18 или два даже 20 министерства которые говорил лапит это вряд ли произойдет министров у нас будет как минимум 24 может быть на 1 2 больше но с другой стороны надо сказать следующее например такие партии как мерец с одной или а вода с одной стороны конечно хотели бы иметь максимальное влияние в будущем правительстве с другой стороны они помнят что их избиратель хочет от них в первую очередь гарантировать чтобы не минут я больше никогда не вернется на пост премьер-министра израиля и если они в результате их требований с точки зрения министерств и полномочий создание этого правительства будет сорвано то тот же самый я ир лапит на будущих выборах позаботиться о том что каждый их избиратель об этом знал и поэтому понятно что такой расклад им тоже не нравится и они конечно же понимают что в конечном итоге им придется идти на компромисс скорее всего каждая коллекционная фракция там мы видим что там есть одна большая относительно среднего размера фракции это ешатид и все остальные фракции меньше девяти мандатов там скорее всего речь пойдет о том что каждая сестра получит по двум серегам то есть два министерских портфеля на каждого и на этом попытаются остановиться опять же это будет означать что разные положим тот же сам бенниганц кто тоже претендует на два министерских портфеля как минимум но один из них это министерство обороны который ему пока еще никто не дает на него также претендует геннсар понятно что скажем в такой ситуации ганц должен будет согласиться на такой же расклад как например тот же беннет у которого теперь после отказа от навозива депутатов а михайшик или поддержать такую коалицию остается 6 и геннсару которого тоже как мы помним есть шесть депутатов в общем сложный сложный пазл получается нельзя сказать что невозможный пока как минимум потому что еще раз есть так сказать одна общая цель у всех участников процесса это убрать не то ни агул с арены поэтому эти есть мотивация преодолеть свои трудности но трудности вполне реально понятно арик последний вопрос можно ли говорить о том чтобы не менее не тени ягу окончательно проиграл свою битву особенно учитывая слухи про тайный бунт или возможный раскол в ямине ну натаньягу конечно же будет продолжать бороться до конца и надо сказать что часть его шагов как последние дни перед окончанием мандата были призваны направлены именно на то чтобы поднять как можно выше цену разных участников процесса да в первую очередь ямина и нафтали беннета но и бениганца тоже то есть вот эти разговоры о том что натаньягу я как предлагает бениганцу быть первым в ротации у него предла открыто предлагает он открыто предложил нафтали беннету первый год премьер-министром по ротации это создает определенный уровень ожидать скажем бениганц при всей своей нелюбви к натаньягу он еще больше не любит ею отказаться от поста министра обороны поэтому он скорее всего будет требовать этот пост для себя и на этом смысле на компромисс не пойдет если так то тогда гидносару надо будет чем-то компенсировать это тоже вызовет реакции уже у других коалиционных партнеров есть те кто в более левой части будущей коалиции говорит а чё собственно мы должны уступать беннету если бенн так получает ротацию почему мы должны уступать ему и сару какие-то критические министерские портфели им не нравится пускай идут на новые выборы мы ничего не боимся говорят в например а вот пускай правоизбиратели получат шанс опять пообщаться с саром и беннетом мы посмотрим как они как они видят эту перспективу поэтому скажем так говорят беннету и сару идти некуда поэтому они должны уступать а не мы занял рассчитывает на то что все эти внутренние противоречия несмотря на острую нелюбовь участников будущей коалиции лично к нему они в конечном итоге приведут к тому что преодолеть свою эго политикам не удастся его оппонентам и либо на повестке дня появится опять вариант прямых выборов надо сказать что он не снят с повестки дня по нему не голосовала согласительная комиссия но именно поэтому он остается на вооружении его можно будет при больше при желании несмотря на то что эта комиссия переходит в руки и шатит потребует поставить его на голосование тем не менее можно как компромиссный вариант который позволит всем спасти лицо в первую очередь тому же нафтолебянку который если коалиционный переговор провалится конечно же не захочет действительно идти на новые выборы потому что будет понимать что что после вообще вот эта демонстрация готовности отказаться от всех своих предвыборных обещаний ради создания правительства с собой во главе конечно же будет встречен с пониманием далеко не всеми его избирать прямые выборы исключительные так сказать в такой ситуации они позволят всем уйти от от своих проблем оставить сохранить свой потенциал снасти что же касается натаньягу и возможного бунта в лифт можно вполне представить себе что если эта коалиция будет создана все-таки то в течение нескольких месяцев после создания начнется в ликуде начнется поражение с требованием провести досрочный праймерис потому что устав ликуда такую возможность предоставляет не автоматически как было все время партия вода где поэтому так сказать регулярно снимали голову каждому лидеру после очередного поражения на выборах но возможность такая существует да и расчете на то что сменив натаньягу партия ликуд сможет так сказать заново переиграть всю эту игру на это кстати один из первых кто говорил об этой возможности был никто иной как председатель нды партии наш дом израиля гдор либерман который еще после вторых выборов говорил о том что для того чтобы изменить ситуацию нужно всего лишь чтобы ликуд наконец указал натаньягу на дверь и тогда можно вернуться к нормальному традиционному соотношению сил но с тех пор правда ситуация несколько обострилась потому что сегодня та же самая партия наш дом израиль говорит что она не пойдет в коалицию где будут религиозные партии и уже личность не так важна в любом случае вызов натаньягу конечно может быть брошен но на этом этапе все будет зависит от настроения рядовых членов партии в партии демократической если там ощущение будет что в том что нет правительства виноват не натаньягу а те кто ополчились на него и конечно же та часть правых лидеров которые перешли на другую сторону и дня будет продолжать пользоваться и дальше таким преимуществом тогда у него появится интерес как можно быстрее провести действительно новые праймерис опять на них победить серьезным отрывом любого кандидата после этого сказать ну что ребят партия сказала свое слово я остаюсь правда тут надо сказать что чем дольше это не будет оставаться в израильской политике как или как альтернатива новой коалиции тем больше будет мотивация этой новой коалиции держаться друг за друга невзирая ни на какие трудности кризисы внутренние разногласия и так далее потому что они будут изо всех сил особенности опять нас подчеркнуть их правая часть потому что в такой ситуации у них пока натаньягу находится на арене и возглавляет лику даже в оппозиции они будут стремиться сохранить свой статус-кво сохранить свою коалицию потому что в против поход на выборы в таких случаях будет для них весьма неприятная ситуация арик спасибо за ваш комментарий всего вам доброго езжайте осторожно спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания а